Здравствуйте, в студии Ксения Демидова и сейчас новости экономики. Корпорация Митсуи вложилась в акции Киви, крупнейшей платежной системой России. Около 80% всех абонентов сотовой связи в стране оплачивают услуги мобильных операторов именно через ее терминалы. Сумму инвестиций Митсуи пока не называют. Известно лишь, что японцы купили 15% в сети терминалов. По итогам сделки контрольный пакет акций останется в руках менеджмента Киви, а доля Mail.ru Group снизится с 25% до 21%. Россия – один из приоритетных рынков для Митсуи. Киви заинтересовал инвесторов охватом рынка. Это 80% абонентов сотовой связи. Ежемесячно терминалами пользуются более 80 миллионов клиентов. Сейчас о том, что происходит на российском рынке акций. Здесь индексы окрашены в зеленый. Они у максимальных отметок за последние два с половиной года. РТС растет на половину процента. Уровень – 1911 пунктов. ММВБ – на четверть. Его отметка – 1776 пунктов. Голубые фишки в основном все дорожают. За исключением Росгидра она в течение дня падает. Сейчас на 0,6%. Ну а лидер торгов Роснефть плюс 2% лидирует бумаги на новостях о сделке с БП. Один из локомотивов роста для отечественных площадок – это цены на нефть, которые, несмотря на коррекцию, находятся на высоких уровнях. Сейчас на электронных торгах за американскую WTI дают 91 доллар и 34 цента. А нефть марки Brent, из цены которой рассчитывается стоимость российской евро, стоит 97 долларов и 49 центов. Доллар в России ниже 30 рублей. На МВБ он уступил рублю 13 копеек. Сейчас сделки проходят на уровне 29,87. Ну а евро стоит снова больше 40 рублей. Отметка 40,04. Европейская валюта дорожает и на Форексе. Сейчас в паре с долларом уровень 1,3406. На фондовых биржах Европы торги проходят в плюсе. Сейчас индексы Старого Света прибавляют в среднем процента. В том числе и Фудсистоун растет на процент. Здесь вышла противоречивая статистика. Инфляция в Британии превысила прогнозы. А вот индекс делового доверия в Германии оказался в два раза лучше ожиданий. На Уолл-стрит сегодня ожидают данные по индексу деловой активности в промышленности Нью-Йорка за январь. Индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья за тот же месяц. Отчитываются сегодня сети групп, Дельта Аirlines, IBM. Свои результаты за первый квартал нового финансового года обнародует и IT-гигант Apple. Как ожидают в компании, выручка составит 23 миллиарда долларов. То есть каждая акция принесет держателям 4 доллара и 80 центов прибыли. Apple известна тем, что зачастую занижает цифры. Аналитики, опрошенные агентством FactSet, прогнозируют почти 5,5 долларов прибыли на акцию. Результаты этого квартала важны еще и потому, что будет показатель стабильности спроса на компьютеры iPad. Их продажи стартовали в апреле. Тогда устройство было единственным в своем роде. Но сейчас планшетники выводят на рынок и другие производители. Добавлю, что накануне акции компьютерного гиганта рухнули на 8%. Причиной стало сообщение руководителя компании Стива Джобса об уходе на больничный. Стив Джобс – это сердце и мозг Apple. И до тех пор, пока никто не знает, как долго топ-менеджер пробудет на больничном, спекуляции вокруг компании будут продолжаться. И это будет давить на ее акции. Американцам не достанется доля в Фейсбуке. Банк Goldman Sachs до вчерашнего дня искавший покупателей на полуторамиллиардный пакет акций, самый известный в мире социальной сети, принял решение прекратить продажу ценных бумаг для инвесторов на территории США. Как сказано в заявлении Инвестиционного банка, Goldman Sachs пришел к выводу, что уровень внимания СМИ к акциям несовместим с законом США о надлежащем размещении ценных бумаг. Я добавлю, что капитализация Фейсбука почти 50 миллиардов долларов, но это все еще не публичная компания, которая только собирается выйти на IPO. Британский Times в 2010 году читателей не прибавилось. Суточный тираж старейшей газеты мира сократился на 14% до 448 тысяч экземпляров. Это худший показатель среди ведущих газет Британии за последний год. Убыток за это же время составил 74 миллиона долларов. Он уменьшился вдвое, но это не придает оптимизма инвесторам. Доходы от рекламы стремительно падают. Но вот у других газет, принадлежащих структурам Мердека, дела идут хорошо. Sun и News of the World за год удвоили прибыли, заработали 138 миллионов долларов. Из завершения выпуска официальные курсы валют на завтра. Доллар стоит 29,88 рубля, евро – 39,90 рубля.